замечательно так здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 21 час 06 минут 27 06 2017 года многие кто обратил внимание как называется трансляция а называется она Мирянин Видогор на Котляровый ФМ тема коротко веды ну перед запуском трансляции было 85 человек 652 но я думаю подтянутся у нас гостях Мирянин Видогор не особого труда у вас не составит найти его замечательный канал для этого просто достаточно либо на ютубе и даже по моему в гугле поисковике вы пишите Мирянин Видогор и переходите на его канал вот со ведущие у кого есть желание возможности время также приглашаю потому что гость во всех моментах положительные у нас впервые вот лично сам следил и ну и по возможности слежу за трудами Владимира с давних пор вот многие и без меня знают Владимира хорошо Слава привет Владимир ссылку где проходит трансляция дать или возможно ты знаешь как ну Котляровым просто это но я как бы с двух компьютеров сейчас смотрю Котляров ФМ и в скайпе ага то есть ты видишь где идет трансляция да да вот ну вот приветствуют нас слушатели Андрея Славе и Дагору здравия и Дагору Слава привет спасибо уважаемых слушатели и зрители так ну вообще у нас же как бы возможно ты сталкивался у нас вообще без никакого официоза такие старые добрые каминные посиделки на Котлярову ФМ то есть время не лимитировано то есть когда сколько человек хочет столько вещает когда хочет уходит то есть как бы границ нету а так как по стечению обстоятельств мы сейчас с тобой вдвоем для тех кто допустим приходит впервые видит что у меня есть две иконки в эфире но первая очередь почему иконка вторая идет у меня чтобы транса не падала мне приходится со второго компьютера скайп поддерживать вторым аккаунтом плюс ко всему я как правило нет так ведущий не у меня почему-то я не знаю как настроить я не отображаюсь в конференции вот если у вас уважаемые слушатели нету вопросов к владимиру то я найду уже 65 человек сейчас 30 секунд там идет задержка я выдержу Мирянин Дагор сейчас с длинной бордой ну да это богатство рода у нас к сожалению это скажем так искореняют потому что я считаю сам я честно говоря не могу привыкнуть к бороде месяц-два проходит сбривают это из-за это очень мучаешь и не могу к ней привыкнуть вот сам же считаю что части это как часть тела борода и волосы их стричь вообще нельзя так ну если нет вопросов уважаемые слушатели и зрители сейчас еще выдержу паузу и вам уважаемые соведущие просьбы у нас всегда как правило в чате порядка 20 соведущих то есть любой по собственной инициативе в любое время суток может поднять трубочку и начать беседу значит по поводу вето эта тема обширная и можно всегда развивать она и положительно значит мне нравится как есть такое высказывание забыл фамилия леонид тугутов по моему сказал что веды это не там где и хранят веды то не там где о них знают веды это там где им следует то есть имеется ввиду что веды не принадлежат не не конкретно никакому народу то есть не может быть не индусских вед там сказать не как-то мне недавно писали башкирские есть веды но это со славяно-арийскими вопрос от его такой вопрос я сформулировал владимир индусские веры ну есть легенда что наши предки им отнесли эти знания но если внимательно изучать индусские веды там своеобразная подача информации вот как бы я сформулировал вопрос индусские так называемые веды и славяно-арийские имеют что-нибудь общее если имеют то что либо это вообще абсолютно две разные народности писали то есть имеет ли общее или два две разные народности писали передаю слово о хороший вопрос я рад что вопросы задаешь я просто позвонил как бы так не знаю что говорить просто так так тоже давно за тобой смотрю хотя ну там какие-то разногласия но мне все равно нравится вот твой стиль подачи я считаю все равно даже если меня нормально слышно да я всегда выключаю микрофон если его не выключают будет эхом идти отлично слышно хорошо я считаю что сейчас такое время что вот именно именно как бы можно так сказать видеоблогеры но не все видеоблогеры а именно вот те кто вещает полезные вещи для нас для вот славян как ты говоришь для белорозовых да это сейчас на мой взгляд для вообще продвижения и себя и всех в целом а мы должны в целом продвигаться не по одиночке это ну как занятие номер один потому что нас сейчас мало нам надо только распространять 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 и даже если у нас разногласия может быть ну и разногласия с другой стороны дают человеку задуматься вот другой человек одного послушает другого третьего и он сам начнет думать то есть у нас же мы сами должны думать своей головой а не следовать за каким-то учителем слепо по индийскими славяно арийским ведом до считается что мы давали им веды тут получается как бы ну по официальной версии мы давали им и 7 тысяч лет назад и 5 тысяч лет назад но только когда я стал вот это изучать подробнее чуть-чуть что ну по моей версии как я изучал оказалось что 7 тысяч лет назад индусов не существовало в природе вообще как мы им давали веды это странная вещь я стал копать дальше оказывается та территория которая сейчас называется индии вот на современной карте ее допустим разделить ровно напополам посередине на северную и южную то вот та часть где северная там жили мы белые люди а та часть южная жили негры вот те же самые негры которые сейчас живут центральной африке то есть чисто черные негры жили там и 7 тысяч лет назад получается что мы давали вот этим негры а индусов еще не существовало пока что индусы появились по моим подсчетам ну ладно пусть там разные версии пусть кто-то сейчас говорит что 200 лет назад 300 да я не спорю об этом даже я просто говорю как вот то что на то что я наталкивался что индусы сами по себе вот как вид людей которые сейчас есть вот индусы как мы их видим такие то есть они же не черные негри и не белые да они такие между что-то вот они появились около 5000 лет назад и вот когда они появились мы давали им веды почему мы им давали веды а у нас же тоже есть много ведических славянских школ и каждая школа дает свою версию одна школа допустим дает но а я принимаю все версии всех школ ну чем больше тем лучше то есть одна школа гава говорит так что знали будущее знали что у нас будет запрещено и истреблено а у них сохранится если чё потом когда-то в будущем придем к ним заберем обратно это первая версия я и по да я и сразу наверное дополню то есть те веды что сейчас вещают индийские учителя особенно большинство из них это из можно так сказать грубо сказать секты хари кришна мягче сказать искон подробнее что такое хари кришна это прахупада индус он взял приехал в америку и начал распространять хари кришна он назвал свою школу хари кришна распространил ее в америке по всей европе как ни странно его поддержали масоны почему-то видимо они потом чуть-чуть переделали его учение оно им понравилось но когда эти богатые европейцы и американцы стали приезжать обратно в индию они удивились что там не в курсе ни про каких хари кришна но индусы в принципе они вот кто знает цыгам что цыгане это выходцы из индии цыгане то есть индусы и вы наверное заметили что цыгане они очень смекалистые то есть ну в чем в чем а в смекалке им не откажешь так вот индусы смекнули приезжают какие-то богатые ребята непонятно откуда при бабках из европы из аверики спрашивают про каких-то хари кришин они думают да давай мы будем хари кришнами будем их учителями то есть вот такие сообразительные нашлись которые стали учителями приезжающих а прахупада уже умер к тому времени то есть вот такая интересная история дальше и потом если мы возьмем вот обратим внимание как раз на цыган что это сообразительные ребята у меня есть такая версия по индийским ведом еще что действительно им когда-то давали давно и а вот сегодняшний день сегодняшний день есть можно сказать грубо но там очень много индийских школ ведических очень множество и грубо их можно поделить на две школы есть закрытые школы которые никого к себе не пускают я не знаю что они там преподают в этих закрытых школах скорее всего может быть у них есть какие-то именно жрецы-хранители которые хранят именно те древние то что мы давали закрытые школы а есть школы современных выдумщиков в индии которые просто выдумывают свои современные версии для того чтобы разводить лохов богатеньких иностранцев приезжих которые приезжают в индии искать гуру и они косят под гуру и начинают им рассказывать большинство из этих рассказов они отрицают сами веды они говорят вот слушай меня слушай просто вот свое сердце вот посиди так в ни бытие в ничем медитации там и в общем вешают такую лапшу но то есть почему они вешают такую потому что у них нет никаких знаний а как бы и рассказать им нечего и они говорят вот просто медитируй все вот посмотри на меня послушай меня вот я медитировал стал офигенным и ты медитируй будешь офигенным а в принципе вот все за несколько секунд я вам рассказал все то что будет учить этот гуру этот гуру как бы возьмет деньги за это то есть я допускаю что в индии есть какие-то закрытые школы может быть там есть какие-то у них древние книги может быть они там как-то из поколения в поколение действительно передают какие-то древние знания которые им дали на сохранение может где-то какие-то книги хранят а есть как бы гуру выдумщики и еще даже третью версию скажу там есть еще вот эти там строговая кастовая система в отличие от нашей то есть у нас есть ли считается что но был человек тружеником перешел в весе там бизнесмены перешел воины перешел священнослужители это даже хорошо если человек это сделал за одну жизнь успел и потом стал а сам и перешел мир богов это хорошо и прекрасно то у индусов это вообще невозможно по индийским ведом то есть там кто были твои папа мама в какой касте они были в такой ты должен прожить всю свою жизнь и почему они это сделали потому что если у нас мы все одного вида то индусы они разного вида люди то есть там есть конкретно черные негры негры которые смешаны с индусами они посветлей сами индусы которые еще более посветлей есть совсем светлые индусы по коже которые очень похожи на белых но за исключением что у них такие черные пышные волосы но немножко глаза темненькие но как бы под сгоревшие немножко но вот смотрите и каждый из вас допустим смотрел какой-то индийский фильм и вы видели актеры в главной роли они почти очень похожи на белых людей они такие по коже белые симпатичные такие как бы а есть актеры второго плана который там на заднем фоне бегают толпой вот они почему-то очень темнокожие а если поехать туда больше вглубь индии туда к югу индии то там совсем темнокожие живут и получается что индусы взяв наши веды вот конкретно и брахманы они понимали что скрещиваться нельзя если уже вот какой-то вид людей получился при скрещивании ладно он получился то чтобы он выжил ему дальше точно нельзя скрещиваться ну с другими видами людей и так получилось что на территории индии сейчас есть конкретно черные негры есть негры посветлей есть еще посветлей есть вообще на нас похожие и получилось так те что вообще на нас похожи они записали их брахманы ну так они решили что они брахманы а те кто потемнее кожи они решили что это войны а те кто еще темнее они весь а те кто совсем черные они как бы эти шудры там а кто там еще между ними как-то смешался они вообще сказали это вообще неприкасаемые в общем так потом и дальше вот эти брахманы они решили что есть знания для брахманов индийские веды а есть те что мы разрешаем всем то есть есть открытые школы есть закрытые то есть закрытые они только в касте рожденных брахманов передаются от из поколения в поколение принимаются закрытые школы а есть открытые школы куда может любой желающий платить денежки и обучаться кстати ошибочное мнение считают что когда-то там выгнали англичан из индии в 50-х годах там махатма ганди сделал революцию там все стало хорошо нет там не стало все хорошо там к сведению людей которые так говорят там такие же светские школы как во всем мире там такое же мир правое правительство как во всем мире то есть там школах детей учат такой же хрени как его во всех странах мира такой же глупости лапше а единственная разница с нами и с другими но с нами по крайней мере что там веды не запрещены и эти брахманы открывают отдельно свои школы ну как бы они платные но как частные школы и пожалуйста любой желающий хоть ребенок хоть взрослый может обучаться в частной школе ведом но в официальных школах никакие веды там не преподают там преподают ровно то же самое что и в наших школах во всем мире так что то что вот говорят что махатма там 50-е годы сделал революцию прогнал англичан и все в индии там красота там все так здорово нет ничего там не здорово там все это та же самая лапша это та же революция как и происходят везде эти революции то есть типа плохих прогдали но по-настоящему они в правительстве то там и остались потом дальше ну вот и эти брахманы они решили что есть веды для брахманов а есть веды которые можно преподавать частных школах для всех желающих то есть более простой вариант потом то что наши веды говорят что мы давали часть которые некоторые школы говорят что мы давали именно сохранение некоторые школы считают что в принципе так и есть и можно оттуда брать но некоторые школы ведические считают что мы давали веды им специальные для индусов а на сохранение у нас есть свои жрецы-хранители которые хранили наши веды те школы которые говорят что мы давали специальные веды для индусов они объясняют это так что все люди разные то есть вот что есть негры да есть там краснокожие индейцы есть желтые это китайцы там и есть вот индусы они принципе то же самое вот и семиты да и семитские народы и все люди разные и для каждого должны быть свои знания также наши веды объясняют что у каждого из этих народов свои боги прародители и свои боги покровители и эти боги должны следить за этими людьми или сами как-то ну умудряться передавать им знания не мы не должны вмешиваться в знания и жизнь других людей но опять же тут вроде не должны вмешиваться почему тогда с индусами произошло вмешательство но вот опять же вспомните что в начале говорил что граница шла в те времена давние по серединке современной индии где север индии там жили мы то есть они получаются мы как бы оттуда веду каких-то событий может быть бомбардировок может быть там войны покидали эти территории они туда приходили потом то есть как бы нас уничтожали может нас бомбили может там не знаю что с нами делали что мы отступали а потом на эту свободную территорию они туда заходили как бы получается как бы а может кто-то из наших там оставался жить и как бы тот кто оставался он уже там передавал как бы наши знания туда и получается там произошла как бы такая смесь что мы и мы там жили они стали туда приходить и мы стали оттуда уходить а кто-то может остался там кто-то сейчас из оставшихся какие-то остатки там в кастах брахманах может быть Это остатки белых людей каких-то, которые жили там давно. Но считается, что у каждого вида людей должны быть свои боги, покровители и свои знания. И индусам получается... А, почему вообще давали им знания по версии одной школы? То есть считается, что вообще более-менее нормальные знания были у всего семитского народа. Более-менее адекватные какие-то, даже что-то мы им давали, что-то у них самих было. Но часть народа в какие-то времена стала переходить под влияние темных богов. И они стали приносить кровавые жертвоприношения, убивать людей и так далее. А если даже в какой-то кусочке земли делаются такие кровавые жертвоприношения других людей, то это влияет на всю планету целиком. То есть на всю нашу землю целиком это влияет негативно. Если в каком-то месте начнутся демонам кровавые людские жертвоприношения приноситься. И дабы не приносились этого жертвоприношения, просто мы не убивали этих негров, которые это делали, индусов, которые пали под власть темных богов. Мы просто давали им веды более-менее адекватные, чтобы не то, что наши, а то, что какой-то микс, приемлемый для них понимание. Чтобы, ну не то, чтобы просто запретить им эти кровавые жертвоприношения, а отдать какие-то ведические знания, чтобы растолковать, что это вы, ребята, плохо поступаете.